Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как можно в программе ProShow Producer сделать вот такой вот калейдоскоп. Для начала нам нужно будет сделать в фотошопе шаблон вот этого цветка, из которого мы и будем делать этот калейдоскоп. Открываем программу Photoshop. Я открываю фотографию, из которой мы будем делать наш калейдоскоп. Захожу в файл, открыть, ну вот беру вот эту вот фотографию с цветами. Значит здесь нам нужно выделить фрагмент, из которого мы будем составлять наш калейдоскоп. Но давайте это сделаем, чтобы у нас был ровный квадрат, а желательно взять именно квадраты для этого. Значит я создаю новый документ. Захожу в файл, создать. И здесь беру ширину 1000 пикселей, высоту 1000 пикселей. Ок. На этот документ я перетаскиваю нашу фотографию. Беру инструмент перемещения, зажимаю левую кнопку и перетаскиваю на новый документ. Это мы можем закрыть, оно нам больше не понадобится. А здесь мы должны выставить. Ну вот я хочу, чтобы серединка нашего цветка была в углу. Именно этот угол у нас будет в центре калейдоскопа. Вот так я сделаю. Ромашечка здесь видна и немножечко нашего цветка. Теперь мы должны обязательно сохранить эту фотографию. Я добавляю его в папку, там где у меня сейчас хранятся маски. Итак, файл сохранить как. Здесь можно выбрать расширение JPEG. Выбираю папку, в которую я сохраняю. И даю ему, например, имя 1. Теперь этот документ мы закрываем, а тот, который мы сделали, открываем. Файл открыть. Вот наш документ. Вот мы его открываем. Давайте теперь вот этот угол, который у нас будет в центре коллажа, перенесем наверх. Для этого нам нужно сначала снять замочек с этого слоя. Становимся на синий слой. Дважды щелкаем левой кнопкой мыши и нажимаем клавишу ОК. Теперь заходим в редактирование, трансформирование, отразить по вертикали. Вот один слой у нас готов. Теперь давайте сделаем дубликат этого слоя. Нажимаем на клавиатуре клавиши и отразим еще раз этот файл по горизонтали. Нажимаем редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. И теперь вот эти вот два симметричных файла нам нужно сохранить. Значит, заходим в файл, сохранить как, и просто здесь, вместо того, который у нас был, мы просто перепишем под тем же именем новый наш файл. Сохранить. Заменяем. Теперь верхний слой мы отключаем и сохраняем второй наш файл, где у нас центр будет уже в правом верхнем углу. Точно так же заходим в файл, сохранить как, и даем ему имя 2. Не забываем расширение поменять. Итак, два вот этих файла нам понадобятся для работы со стилем калейдоскоп. Возвращаемся в программу Brashow Producer, становимся на ленту со слайдами, щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем «Вставить пустой слайд». Переходим в параметры слайда. Теперь для того, чтобы нам лучше было видно, как выставлять слои, мы добавим слой с так называемой маской-сеткой. Нажимаем на плюсик левой кнопкой мыши, добавить изображение, ищем нашу папку с масками. И берем фотографию маска калейдоскоп 13. Вот мы ее добавили. По ней мы сейчас будем выставлять наши слои. Сверху добавляем первый наш файл цветком. Вот номер 1. Теперь давайте попробуем выставить этот слой. Значит, нам нужно центр вращения, вот он, перенести вот в этот угол, там, где у нас находится цветок. Для этого мы переходим вот сюда в «Эффекты». выставляем значение центра, вот здесь внизу, минус 50, и здесь минус 50. Немножечко подвинем. Вот видите, видно, что центр вращения у нас переместился в верхний левый угол. теперь выставляем его вот сюда, там, где у нас центр масок. Копируем этот ключевой кадр в следующий. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем копировать следующий ключевой кадр. Теперь мы с вами настроим движение вот этого слоя для черных масок. Допустим, все черные маски у нас будут двигаться против часовой стрелки, а белые по часовой стрелке. Первая маска у нас вот эта вот вверху, поэтому мы должны настроить движение для нее нашего первого слоя. То есть нам нужно поменять линейное вращение. Вот мы вот этим бегуночком и меняем. Итак, мы договорились, что эти слои черные маски у нас будут двигаться против часовой стрелки. Вот у нас начало. Здесь, если хотите более точно выставить, то можно по вот этим значениям. 230 на 240 получается. Ну вот тут видите маленький зазорчик, поэтому мы сделаем, наверное, чуть-чуть, чтобы наш слой заходил за маску. Поэтому давайте сделаем 238. Это много. 38. Так, это в первом ключевом кадре, а второй ключевой кадр мы должны повернуть так, чтобы у нас второй край заканчивался на вот этой маске. здесь ровно 180. И маска, мы видим, хорошо стоит, поэтому мы так и оставим. Теперь давайте посмотрим, сколько у нас этих черных масок. Я отключаю этот слой и считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть у нас должно быть шесть слоев под каждой вот этой черной маской. Возвращаемся на наш слой с фотографией и дублируем ее еще пять раз, чтобы у нас всего получилось шесть слоев. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем дублировать слой. И так, чтобы у нас получилось шесть слоев. Все вот эти верхние мы отключаем, будем начинать с нижнего. И так, самый нижний мы выставили, его мы тоже отключаем. Приступим теперь вот этому, пятому слою. Это у нас будет вот эта черная маска третья. И так, становимся на первый ключевой кадр и начинаем двигать линейное вращение. Вот у нас в первом ключевом кадре значение сто восемьдесят. Переходим во второй ключевой кадр и немножечко двигаем дальше. Вот так. Здесь получилось у нас сто двадцать градусов. Выключаем этот слой, идем к следующему. теперь нам нужно вот и эту маску закрыть. Переходим в первый ключевой кадр и двигаем. Вот у нас первое положение фотографии и вот у нас второе положение фотографии. То есть мы закрываем этой фотографии вот эту черную маску. Переходим на следующий слой. Делаем то же самое только с вот этой маской. Становимся на первый ключевой кадр, поворачиваем. Вот первое положение и на втором ключевом кадре вот второе положение. Здесь можно более точно цифрами задать. отключаем этот слой переходим к следующему. Снова на первом ключевом кадре у нас вот это положение на втором ключевом кадре вот это положение отключаем и остался у нас посредний слой. на первом ключевом кадре вот это положение. Вот у меня не получается точно выставить, то есть можно это делать вручную. вручную я сейчас на втором ключевом кадре чтобы мне не переделывать это заново давайте я просто скопирую в предыдущей а здесь поменяю слои так вот итак все слои мы выставили теперь нам к ним нужно добавить маски но мы не забываем что маски у нас идут подряд чередуясь черные с белыми а нам нужно сейчас поставить под них только черные маски поэтому я включаю все вот эти слои становлюсь на самый нижний слой с фотографией это шестой и добавляю к нему первую маску вот у меня маска номер один добавили становлюсь на пятый слой и добавляю маску номер три то есть нам нужно добавить сейчас только нечетные маски пятая седьмая следующая у нас идет девятая и одиннадцатая и так мы добавили все маски теперь нужно их немножечко преобразить для этого мы стоим на самой верхней маске на первом слое переходим в параметры слоя здесь выбираем тип слоя маска ставим галочку и вот здесь выбираем прозрачное инвертированное теперь переходим в коррекцию здесь ставим галочку в прозрачный цвет нажимаем на кнопку прозрачный цвет выбираем здесь пипеткой черный цвет выбрать вот здесь можно подвигать бегуночки я обычно ставлю 6% и нажимаем ок видите вот в этом окне мы видим что это за маска у нас вот она наша самая верхняя самая последняя шестая маска то же самое делаем со всеми остальными масками которые мы сейчас добавили в наш стиль становимся на слой с маской переходим в параметры слоя добавляем галочку тип маски выбираем прозрачное инвертированное переходим в коррекцию прозрачный цвет опять выбираем пипеткой черный и добавляем здесь 6% то же самое делаем со всеми остальными цветами в коррекции и который смотрят в корректор и нас телевизор и PiS и д итак маски не все подкорректировали теперь давайте отключим вот этот вот слой по которому мы ориентировались и посмотрим что у нас получилось вот я включаю проигрывание и мы видим что через одну маску все что мы делали движется так как положено те маски которые у нас открыты они движутся вот я еще раз вам проиграю покажу значит все мы сделали правильно теперь займемся нашими белыми масками мы включаем наш трафарет а эти слои мы все отключаем чтобы они нам пока не мешали становимся на первый слой и добавляем теперь вторую фотографию то есть нажимаем на плюсик добавить изображение и выбираем второй номер теперь у нас центр вращения будет в правом верхнем углу переходим в эффекты и ставим центр вращения 50 и минус 50 смотрим вот действительно у нас центр вращения переместился и теперь мы подводим этот уголок центр нашего стиля копируем следующий ключевой кадр теперь нам нужно точно так же скопировать его шесть раз потому что у нас как черных было шесть масок теперь и белых тоже шесть масок и для каждой белой маски мы теперь будем создавать движение поэтому этот слой мы сейчас копируем чтобы у нас получилось 6 дублей и будем выставлять им движение 2 маска у нас вот это вот белая поэтому будем начинать именно с нее у нас движение в белых масках идет по часовой стрелке и так мы становимся на 6 слой на первый ключевой кадр и двигаем так чтобы у нас закрылась белая маска 2 вот первое ее положение да я забыл отключить верхние слои давайте сейчас их отключим чтобы они нам не мешали вот и переходим во второй ключевой кадр двигаем вот сюда вот мы закрыли первую белую маску отключаем этот слой становимся на 5 на пятом слое у нас в первом ключевом кадре цветок уже стоит на месте значит нам нужно переместить только второй ключевой кадр вот мы это и делаем вот положение второго ключевого кадра выключаем его становимся на верхней теперь нам нужно вот эту вот маску сделать переходим в первый ключевой кадр переходим в первый ключевой кадр вот первое положение нашей маски и вот второе положение у нас стоит отключаем этот слой переходим на третий теперь в первом ключевом кадре occurred вот это положение отключаем включаем второй слой и у нас предпоследняя маска получается в первом ключевом кадре вот это ее положение если не получается то можно вручную поставить здесь значение не всегда получается повернуть так как нужно на нужный угол и во втором ключевом кадре вот это у нас положение и остался у нас последний слой в первом ключевом кадре вот здесь и во втором ключевом кадре вот здесь теперь нам к этим слоям нужно добавить маски мы помним, что белые маски у нас четные поэтому мы можем вот эти слои сейчас все включить становимся на шестой слой добавляем сюда вторую маску переходим на пятый слой добавляем четвертую маску переходим на четвертый слой добавляем шестую маску переходим на третий слой добавляем восьмую маску переходим на второй слой добавляем десятую маску и на первом слое добавляем двенадцатую маску теперь точно так же подкорректируем наши маски стоим на верхнем слое на первом переходим в параметры слоя добавляем тип маски прозрачная инвертированная переходим в коррекцию выбираем прозрачный цвет черный точно так же добавляем здесь проценты и маска готова то же самое делаем со всеми остальными масками еще раз теперь начинаем вот вот итак маски у нас все добавлены слои верхние у нас включены давайте сейчас отключим наш трафарет и посмотрим что у нас получилось вот наши слои движутся по часовой стрелке это как раз то что нам нужно теперь мы включаем все нижние слои кроме трафарета и посмотрим на наш стиль уже в готовом виде вот такой стиль у нас получился в результате этого видео урока вот тут у меня немножко получились уголочки в некоторых местах если вы видите для того чтобы их не было можно просто масштаб изменить то есть я взяла тут 100% вы можете взять немножечко больше там 110 105 и вот здесь вот если у вас появляются вот такие вот линии то вы можете немножечко пока подкорректировать маски вот к примеру давайте посмотрим вот вот это вот у нас маска сейчас мы ее найдем где она у нас то есть вам нужно будет немножечко подвигать эту маску так чтобы ее центр оставался вот в этом месте то есть вам эту маску нужно сместить так чтобы не было зазоров между вот этими другими двумя масками это все вам придется делать опытным путем потому что но к сожалению прошел про шоу продюсер ключевые кадры и вот это местоположение не совсем фиксируется то есть если вы переходите из одного слайдов в другой уже может быть небольшое смещение и так давайте еще раз посмотрим что у нас получилось в результате этого урока вот такой калейдоскоп мы научились с вами сегодня делать на этом наш видео урок окончен, всего вам доброго до новых встреч